Ефим Копелян Не говоря ни слова в кадре Помимо этого Копелян был приличным, добрым и отзывчивым человеком Верным мужем и примерным отцом Он родился в маленьком белорусском городе Речица Он был шестым и самым младшим сыном в семье лесоруба и домохозяйки Отец и старшие братья Ефима очень хорошо рисовали По вечерам они собирались и обсуждали свои картины Указывали друг другу на недостатки и общими силами дорабатывали работы Из-за этого Ефим чувствовал себя не в своей тарелке Он увлекался литературой, а не рисованием И родственники, окунувшиеся с головой в свое любимое дело, редко обращали на него внимание В своем давнем интервью артист отмечал, что он, возможно, выбрал актерскую деятельность как раз-таки из-за недостатка внимания в детстве Ефим Захарович никогда не думал становиться актером В эту профессию он попал совершенно случайно, когда ему было всего 17 лет Ефим уехал из родного города в Ленинград, где устроился слесарем на завод Большую часть зарплаты приходилось отдавать за съемную квартиру И порой денег не оставалось даже на еду И за дня в день Капелян подыскивал вечерние подработки в газетах И однажды он наткнулся на объявление Большого драматического театра Для массовки требовались молодые люди Платили сущие копейки, но нашему герою было на это наплевать Он брался за любую работу Но он и подумать не мог, что придя в этот театр, он останется там на всю жизнь Парень так понравился руководству, что его уговорили вступить в основную труппу В начале 41-го года Ефим Капелян дебютировал в небольшой роли в фильме «Боксеры» В то же время артисту поступило еще пару интересных предложений от кинорежиссеров Но, увы, началась война, которая перечеркнула все его планы Как только Капелян услышал о войне, сразу помчался в военкомат проситься на фронт Сначала он пополнил ряды народного ополчения А спустя пару месяцев артист по приказу вступил во фронтовую концертную бригаду После демобилизации Ефим Захарович снова начал выступать на сцене театра И в то же время все чаще стал появляться в фильмах Все его роли были абсолютно разными Актер запросто мог перевоплотиться в любого человека Будь то какой-нибудь чудик из комедии Офицер из военного фильма Или романтик с непростой судьбой Блестящую игру Ефима Капеляна можно увидеть в советских картинах Старик Хатабыч Интервенция Преступление и наказание Крах инженера Гарина Вечный зов И неуловимые мстители А еще он может быть вам знаком по голосу рассказчика из картины «Семнадцать мгновений весны» Еще до войны Ефим Капелян женился на своей театральной коллеге С которой нередко выступал в дуэте Артисткой Татьяной Певцовой Актер не любил вспоминать свой первый брак Так как за пять лет совместной жизни с этой женщиной Ничего хорошего у него и не было А в сорок первом году, буквально за пару дней до начала войны Актер сыграл свадьбу с актрисой Людмилой Макаровой Как признавался актер, ради своей жены он мог пойти на любые жертвы Именно о такой женщине, доброй, любящей и заботливой Он мечтал еще с юных лет Их семью, безусловно, нужно ставить в пример Ведь даже после долгих 34 лет брака Любовь супругов друг к другу была такой сильной Будто бы они только недавно стали встречаться У них родился замечательный сын Кирилл Который, как и родители, стал театральным артистом Когда его карьера была на пике С ним произошел несчастный случай После сильного избиения на улице сын Капеляна долгое время находился в коме Выздоровев, Кирилл стал инвалидом Из-за своего заболевания он так и не смог обзавестись семьей и детьми Скончался он, когда ему было всего 57 лет Ефим Захарович Капелян прожил на свете всего 62 года Уговоры жены об отдыхе не давали результатов Артист работал на сцене, снимался в кино, озвучивал фильмы И даже стал постановщиком нескольких спектаклей для телевидения И вот однажды у него просто не выдержало сердце У Капеляна случился инфаркт После двух месяцев в больнице казалось, что Ефим Захарович идет на поправку Но второй приступ оборвал жизнь знаменитого актера 6 марта 1975 года был предпраздничный день В больнице не было врачей, способных помочь актеру